Храм священномученика Валентина на Салтовке еще только строится, а в звоннице уже повесили десяток колоколов. У каждого свой уникальный голос, рассказывает звонарь Николай Шуть. Он три года изучал старинные трактаты о колокольном звоне, практиковался по храмам и монастырям Украины, учился в Киево-Печорской лавре. Мы пока еще только осваиваем эти колокола, их очень много, и нам хочется создать свой звон. Но пока мы руководствуем всеми напевами, которые изобретены Киевским монастырем, Киево-Печорской лаврой, ростовскими звонами, валаамскими звонами. Колокола для храма-покровителя фармацевтов сделали на Волыне. Тамошний литейный завод прославился на весь мир своими звонами. И в США, и в Европе их можно услышать. Отлили уникальные колокола и для Харькова. Особенно удивительный состав колокольной меди, которая включает в себе олово, серебро и медь, и бронзу. Поэтому звон этих колоколов совершенно удивительный, серебряный, звонкий и долговечный. Освещать новые колокола на звоннице приехал руководитель Харьковской епархии архиепископ Ануфрий. Он же первым ударил самый главный колокол. Как говорят священники, храм подал голос. После освещения в честь праздника позвонить в колокола разрешили всем желающим. Первый раз. Впечатление просто, превосходное. Плакать хочется. Вот такое идет очищение, что просто, ну невозможно. Съемочная группа объектива тоже не упустила возможности исполнить колокольный перезвон. Сыграть на колоколах достаточно просто, сложнее заставить их играть мелодично. Нужно равномерно ударить по этим тросикам, и тогда колокола начнут петь. Своё мастерство показали и сами звонари храма. Говорят, теперь будут играть на колоколах по воскресеньям и праздникам. Андрей Кравченко, Алексей Жучков. Медиагруппа «Объектив».